всем здорова вот такой вот вид из москвы открывается даже телефон наверно отвык транслировать такие вещи нифига вы пишете быстро я даже читать не спеваю еду дочку забирать с ленкой он лент сидит рядом едем едем сдачи дочку забирать при лене привет привет лена лена уже подключается чувствую себя отлично болею все мы в конце заболели за два дня до выезда поэтому сейчас акклиматизация лечиться будет все нормально григорина секс до семинар что прошел закончили без десяти двенадцать уже даже на вечер на назвать вот нормально отработали сейчас пять дней отдыха и поеду швейцарию швейцарии следующий семинар выходные что еще будет две серии тайских каникул с насти в понедельник завтра понедельник вроде встречаемся с ней у меня в офисе и будем сидеть весь день монтировать вот настюха тоже заболела вот но завтра мы должны встретиться и с ней домонтировать седьмую часть ну вот я уже сам на свой компьютер начал монтировать восьмую часть все мы сняли уже поэтому будет 8 частей как и заявлено было вот ну я думаю что в течение года не знаю правда когда сделаем как бы такой не вошедшая думаю было бы логично потому что материал отснято реально очень много и я думаю выйдет может одна-две серии еще какие-нибудь таких прикольных моментов что-нибудь воспоминания что-нибудь такое потому что жалко наснимать столько материала и не пустить все и поэтому 8 как заявлено было сделаем а дальше уже посмотрим по настроению самочувствую и в вашем естественно комментариям отзывам пожеланиям и так далее вот такие дела такие дела привет с киева слов чем сегодня слежа общались вот получили некоторые документы сейчас юристы разбираются вот за америке пришли документы дай бог что получилось там все есть шанс вот поэтому будем 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 болеть переживать на семинар опоздали да у нас чартерный рейс был мы летели чартером нерегулярными линиями потому что не у всех есть деньги на билет потому что регулярный рейс стоит там туда-обратно 120 тысяч а чартер мы покупали за 77 вот естественно так как надо когда работаешь команде то надо думать о команде и поэтому многие даже у кого были деньги подстраивались по тех у кого денег не было на прямой рейс поэтому все мы полетели чартером но чартер как всегда подвел подвел он нас меня вернее в частности саню шпага подвел с женой потому что они профукали билеты в москве вот к себе в питер вот и мишка кляева чартер подвел они уже семьей приехали вылетать в таиланд и чартер не полетел вот полутора суток ждали поэтому чартер говно вот такие вот дела покажите григорина вот григорина сидит григорина акклиматизация кстати не знаю григорина какая skype перископ клокова елена говорит у нее перископ не знаю пока еще не выходит только за нами за 7 поглядывает на семинаре не поднимал потому что приехал на семинар уже в одиннадцать а я обычно поднимаю с 10 до а с 9 до 10 вот хотелось с ребятам много отдать информации поэтому моя моя тренировка мои поднять это больше такое шоу вот мне хочется все таки людей учить а не перед ними выпендриваться поэтому я сфокусировался больше на учение обучение нежели ходить там выпендриваться и опять что-нибудь рвать толкать сжать вот поэтому думаете расширять производство от григория не вопрос думаем расширяться конечно григория самая калтая калтая шоу тоже надо согласен 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 но мне все таки информацию давать приятнее потому что и так вся моя youtube деятельность это наверное процентов на 70 такое завуалированное шоу с промыванием людям мозгов по поводу тяжелой атлетики вот поэтому когда имеется возможность уже все таки поучить людей я все таки и выбираю сторону поучить людей нежели опять этим опять их мотивировать на занятия штангой занятия мотивировать надо в интернете приличная встреча уже все таки знания передавать стараться спасибо за здоровье здоровья много никогда не бывает будет ли третий сезон тайских каникул ребят не хочу сейчас здесь говорить я уже снял последнюю свою речь для восьмой серии там послушайте мое мнение по поводу третьих тайских каникул поэтому не хочу ничего раскрывать я думаю все посмотрите как и на улице я думаю знаете по поводу третьих тайских каникул если все таки мы все доживем и нефть все таки будет продаваться хотя бы по 10 долларов и мы наскребем копеечку и поедем все было бы прикольно мне кажется сделать такой топ 100 ну так в кучках топ 100 того голосования кого бы вы хотели видеть на тайских каникулах ну вот я думаю что что-то типа такого мы сделаем какой-нибудь такой рейтинг самых там крэйзи фриков спортсменов олимпийцев разных людей и вы сами все проголосуете и надеюсь до них донесете эту информацию а я уже с ними свяжусь и мы там дальше все это решим бабуляк потратили много поэтому сейчас и надо работать работать опять максимум жим стоя у меня на грудь стойку и жим стоя 180 кг на грудь стойку два раза жим с груди 170 кг на грудь и с груди 180 кг аптеку на Пхукете не знаю Бадюк куда-то нас свозил показал вот адрес я не знаю я туда больше не заезжал но аптека какая-то хорошая кому надо кому надо тому она поможет я думаю по поводу открою кошелек я никогда вот знаете не хотел людей людей спрашивать что-то делать тем более деньги клянч но я думаю что будут какие-то проекты на которые все-таки надо будет всем миром сбрасываться но это должен быть именно важный проект социальный где мы действительно сможем не просто сброситься на какую-то поржать и сделать кайские каникулы что-то типа этого а действительно где-то кому-то в чем-то помочь вот поэтому я думаю это будет все-таки связано с тяжелой атлетикой и ну будет попозже мы с Леной думали об этом как это сделать вот но пока своими силами Челябинску привет Челябинску привет новая коллекция Алина новая коллекция одежды будет Григорьевна Григорьевна сказала как-то неуверенно но сказала будет не на самом деле шьются в маях много шьются костюм я уже пробил опробовал вот из новой коллекции я думаю в первом сезоне в первой серии Китайский каникул вы видели я там носил темно-синий костюм с цветными рукавами вот что-то типа этого будет только он был без нанесения логотипов узоров всяких но я просто смотрел швы так как мы сейчас производство поменяли и мне именно интересно было качество швов проверить потому что до этого мне не нравится мы ушли с того производства Уфа привет Уфа как дом родной тренер мой из Уфы на новый год был у нас дома Айдар Ярулин Когалым У Григорина самая красивая фигура если уж выглядеть для меня тоже самая красивая фигура на что обиделся Бадюк я не знаю на что обиделся Бадюк скорее мы на него немножечко обидели что он как-то некрасиво поступил мне кажется что когда мужику 45 как он везде это афиширует то всегда любой и любые недопонимания можно все-таки разговором или словом сказать там пришли мы к нему увидел он Саню Шупака ну скажи не хочу я там чтобы этот человек тренировался здесь или еще что-то я не знаю то есть как-то по-детски поступил в моем представлении я не знаю хотя я не берусь я не берусь судить может какие действительно были там другие причины собственно мы знаем некоторые причины но хит они не не сильные для того что просто подойти или там попрощаться даже сказать ребятам извините что не получилось по вас потренировать побыть и я просто у меня там дела даже такого не было пару слов о Шпаке да можно даже больше чем пару Шпак красавчик я собственно я собственно никогда бы не подписался делать совместный проект с Аней если бы не было видео реальная качалка с Мишкой Кляевым и Мишка Кляев не открыл для нас этого человека потому что я так же как и вы этого человека знал только по каким-то вот этим желтым газетам я не знаю по той скандальной истории когда его поймали госнаркоконтроль то есть у меня такие были воспоминания о нем такие общие которые нам навязали да и Мишка Кляев благодаря своей неординарности и такой бунтарности и он идет именно на пролом обществу всяких стереотипов он их ломает собственно делает это немножко агрессивнее чем я хотя я тоже бунтарь но он именно парень нерисковый я его знаю таким рисковым парнем как Кляева я Мишу имею ввиду еще начиная с наших спортивных лет когда мы с ним в сборной были он и там шорох наводил поэтому я его за это люблю уважаю именно он с Аней открыл и когда мы уже лично с Аней пообщались мы общались всю ночь сидели Денис Гусев я и пообщались наверное не знаю до 5 утра на все темы Саня действительно очень толковый человек но его внешность это фрикость я у Сани спросил слово фрик вообще это обычное он говорит это нормальное слово это его можно употреблять он говорит это нормальное слово поэтому можно и так позиционировать поэтому вот такой человек с неординарной внешностью но с нормальными мозгами в голове поэтому я с Саня молодец Саня молодец Кокляев должен был быть и в этом сезоне вот ну опять таки обстоятельства сначала операция его подшатнула потом он приехал в аэропорт с семьей и они полутора суток туда-сюда из дома в аэропорт из аэропорта домой мотались чартерный рейс постоянно переносили и он все-таки не доехал и дети и жена были в слезах поэтому очень неприятная ситуация судьба я не знаю почему я Миша написал не знаю почему бог тебя отвел от этих тайских каникул но его действительно туда чего-то не пускало я не знаю почему жалко что все компании не получили знаете на самом деле ээээ я когда год назад закончились первые тайские каникулы мне хотелось их сделать немножко другими вот но получилось так как получилось и я в принципе не жалею ни о чем я получил личное удовольствие и они такие получились скандальные бунтарские но все равно с тяжелой атлетикой собственно тайские каникулы они изначально-то и планировались и мной как продвижение тяжелой атлетики немножко другим способом вот и поэтому эти тайские каникулы тоже получились и все ребята которые там были оксана привет яшанькина он пришла розовая как она называется розовая иконка вот поэтому тяжелая атлетика была здесь ее было много кому-то это не нравилось вот но она была и ребята все откликнулись второго оксана все попробовали ее и я уверен что очень многие еще будут продолжать после тайских каникул ей заниматься есть у нас некоторые планы и вот за это я очень рад шпак да мы смотрели как саня варил борщ я говорю что мы все подружились мы сейчас все друг за другом следим смотрим вот и как и в первой после первого сезона все стали друзьями и и сейчас получилась та же самая история а проспрашивал кто посмотрите на его канале что-то не пойму я про Мишу прыгунова что вы написали что-то кто-то видела там снял на своем канале про Мишу ну написали это про него посмотрим почему Вася почему у Васи не было ну я не знаю он пусть скажет мы его ждали до конца Водянов да приехал но он приехал в последний день мы уже уезжали я только что смотрел сидели в ресторане смотрел его тайские каникулы вот очень прикольный чувак очень интересно общается с GoPro кто не смотрел посмотрите такие фразочки у него хорошие появились мы даже с Леной посмеялись вот жалко что он чуть-чуть поздно приехал вот мы уже все были такие немножечко уставшие и мы уже на сумках были а так конечно я думаю мы бы что-нибудь совместное сделали сейчас вообще там тусовка намечается очень интересно Миша прыгунов 15-го прилетит на Пхукет Денис Борисов с супругой прилетят на Пхукет Водянов уже там сейчас там тусовка заснимет что-нибудь еще да вот это единственное что я не понял почему он не снял именно поздравления для тайских каникул хотя он не обещал я ждал до конца вот но он так и не писал я не знаю почему почему почаще выезжать в тай тоже на отдых блин наверное для меня для единственного кого тайские каникулы не были отдыхом для меня и для на насти оператор я смотрю вы про Настю и Миронова про поцелуи спрашиваете во всех перископах все увидите подождите еще две серии все 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 есть на видео интрига должна сохраниться все таки планируете семинар в Москве вчера был семинар пока больше пока не планировал в другом городе скорее всего надо делать уже 10 тысяч набралось да откликнулись вы хорошо хорошо когда люди в контакте находятся и подключаются к каким-то таким движениям которые даже по первости кажутся нереальными то есть для Сергея Миронова 10 тысяч это было нереально а вы видите все поддержали и все произошло поэтому спасибо что вы всегда на связи я уже к деревне подъезжаю у нас здесь связь не очень хорошая поэтому ребят всем всем спасибо что смотрели Тайские каникулы сейчас будем увещать уже из России из Москвы из других стран все на связи спасибо большое кто такой олимпиец увидите тоже я его снимал завершающие слова он расскажет свои впечатления о тайских каникулах тоже все всем хорошего дня спасибо спасибо